Одна лишь фатальная ошибка подрядчика и вот уже два дня коммунальщики устраняют последствия фекального фонтана, который достиг высоты шестого этажа. Причина повреждения коллектора. Сегодня коммунальщики приступили к замене грунта, дезинфекции здания и всех квартир, в которые попала роковая струя. Коммунальщики сейчас на наших глазах все еще убирают землю в перемешку с, простите, фекалиями. Не хочется даже представлять, что сейчас творится в залитых квартирах этого дома, потому что вот даже здесь мы сейчас стоим и до сих пор остается такой неприятный специфический запах. Облито было все. 15 сантиметров вода вот здесь вот стояла. То есть я сегодня вот уже начала убирать, потому что невозможный запах. А вот вы говорите 15 сантиметров воды, но это же была не вода, это 15 сантиметров фекалий? Фекалий. Это вот, это моча, вода, я не знаю, там плюс вот это вот все, песок. Полностью была вот так вот лужа туда под мебелью. Это стояло у стены, то есть она уже все. То есть ей пришел конец, его можно выбросить. В момент аварии Наталья и не была дома. Неприятный сюрприз ждал абсолютно везде. На стеглах, ламинате, на мебели. Отмыть женщина такой подарок не может до сих пор. Никто, даже не предложили помощи. То есть конец рабочего дня, всем хотелось домой, наверное. В квартире стоит невыносимый запах, который еще не скоро выветрится. У соседей похожая картина. Выбило стекла, пострадала мебель, техника. Всего серьезно пострадало пять квартир. А там, куда оно не долетело, очень пахнет. Все расходы на себя берет подрядчик. По словам директора компании, сейчас подсчитывают ущербы. В ближайшие дни начнут устанавливать стекла. В понедельник мы однозначно, может быть даже в субботу, поставим новые стекла. Ну и то, что касается там, я имею в виду, там материалы какие-то были у кого-то замоченные там и так далее. Мы эти все вопросы решаем. Когда возместят весь ущерб от порыва, жителям не говорят. Люди жалуются, что в таких квартирах им теперь морально тяжело находиться. Поэтому те, к кому прилетел фекальный фонтан, уже собираются подавать в суд. Ирина Корсегина, Андрей Печоркин. День с толком.